Арсений Анатольевич, добрый день, рад вас видеть. Игорь Владимирович, здравствуйте, очень рад вас видеть, слышать. Игорь Владимирович, вы были и остаетесь одним из самых перспективных калининградских предпринимателей, на мой взгляд. Вы отработали в Янтарь Энерго, вы провели мощную модернизацию этого предприятия. И вот федеральное назначение, на котором вы уже почти три года. Скажите, пожалуйста, говорят, большое видится на расстоянии, а малое на расстоянии тоже видится. Вот вы воспринимаете Калининградскую область как такую маленькую альмаматор где-то там в сравнении с сегодняшними масштабами? Добрый день еще раз, Арсений Анатольевич, спасибо вам большое за оценку моей деятельности, за оценку деятельности команды, которая уже на протяжении многого времени работает вместе. И в основном это как раз на благо энергетики. И энергетики региона, и на сегодняшний день уже энергетических систем нескольких субъектов Российской Федерации, в Центральном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе. И уже, наверное, я отвык от слова предпринимательская деятельность, поскольку уже на протяжении, наверное, 15 лет я являюсь привлеченным, нанятым топ-менеджером или высшим менеджером, который отвечает за процесс обеспечения надежного энергоснабжения и развития электросетевого комплекса. Учитывая мои внутренние, наверное, качества, человеческие качества, характеристики определенные и мужские, и профессиональные, я для кого-то, к сожалению, для дела к счастью, вижу и большое, и малое. Я таким являюсь, знаете, выраженным перфекционистом, причем это касается и моей личной жизни, отношения к себе, ну и, безусловно, отношению к тому делу, которое мне вменяется для реализации. И, конечно, все, что я делал на протяжении, и продолжаю делать на протяжении прошлых лет, и продолжаю делать сейчас, рассчитываю в будущем продолжать этим заниматься, все имеет для меня значение, и все направлено вот на тот результат, который является стратегическим для тех предприятий, для тех предприятий, которыми я руковожу по решению акционеров. Вы руководите на сегодняшний момент 20 региональными энергетическими системами, правильно, если все объединить воедино? В том числе до сегодняшнего дня в Калининградской области Янтарь Энерго вы входите в Совет директоров, имеете к этому отношение. Скажите, пожалуйста, почему после вашего ухода в Калининградской области сменилось три руководителя энергетического главного монополиста? Из-за чего такая частая смена людей? Это правда. Я на сегодняшний день возглавляю акционерное общество МРСК Центра. Мы работаем под брендом на сегодняшний день. И, кстати, принято тоже решение акционеров необходимым количеством голосов. У нас по уставу требовалось две трети голосов, а у нас есть достаточно щепетильные, внимательные, компетентные миноритарные акционеры, в том числе, которые представляют иностранные фонды. И просто решение мажоритарного акционера в лице публичного акционерного общества Россети мы не можем проводить те решения только в интересах, скажем так, мажоритарного акционера. Поэтому, почему об этом говорю, нам важно было из бренда выйти уже в юридическое название, как многие наши коллеги ДЗО, которые работают. Поэтому такое решение состоялось у нас в мае месяце. Сейчас идет оформление соответствующих материалов, соответствующих документов, перерегистрация наших уставов. И мы буквально там в ближайшие дни уже будем иметь полноценное и юридическое название Россети Центр, публичное акционерное общество Россети Центр. И в зону ответственности, оперативной ответственности у нас входят энергосистемы 20 субъектов Российской Федерации. С восточной стороны дальняя самая точка нашей ответственности это Удмуртская республика, с западной стороны это Смоленская область, с северной стороны Тверь, Ярославль, Кострома. И южные границы нашей ответственности представляют такие известные, высокоэкономически развитые регионы, как Воронежская область, Белгородская область, Курская область. Это все входит в зону нашей ответственности. И на самом деле я подтверждаю, что последние три года с момента, когда было принято решение о моем переводе в МРСК Центра, я являюсь председателем совета директоров Россети Янтарь. И, наверное, тоже такой опыт, ну, наверное, один из немногих опытов, когда руководитель, который отвечал за операционную деятельность, по сути, на протяжении шести лет, потом продолжил находиться в органах управления и уже управлять корпоративной деятельностью, отвечать за все корпоративные вопросы, являюсь председателем совета директоров. И в этом качестве тоже была проделана очень большая, колоссальная работа, исходя из исключительно тех полномочий, которые входили в зону ответственности совета директоров акционерного общества Янтарь-Энерго. На самом деле так, значит, с 2018 года по сегодняшний день, значит, у нас в Янтарь-Энерго назначенный уже третий руководитель. И на самом деле я ничего странного не вижу, просто каждый отрезок, временной отрезок принятия решения, он определял в себе вот такие очень важные тактические задачи, которые необходимо было решать. Ну, например, Кирилл Александрович Юткин, достаточно известный человек, компетентный, высокопорядочный человек и понятный многим жителям и предпринимателям Калининградской области. Ну, это по сути, это, ну, наверное, это безусловная преемственность, потому что мы с ним начинали работать в Янтарь-Энерго еще в 2015 году. И все то, что мы начинали, необходимо было без перезагрузки, прямо в моменте, значит, без каких-либо пересмотров, без каких-либо, наверное, дополнительных переосмыслений, надо было реализовать в установленные сроки. Это осень 2018 года, сентябрь, октябрь, ноябрь, это завершение проекта распределенной автоматизации, по сути, созданию умных электрических распределительных сетей впервые в истории Российской Федерации. Значит, это строительство центров питания, реконструкция и новое строительство, которые были так нужны для социально-экономического и промышленного развития регионов. И все это было реализовано как раз в период руководства Кириллом Александровичем. А потом Кирилл Александрович никуда не делся с регионом. Насколько я знаю, он продолжает работать сегодня, значит, в организации, в службе, которая также значительно влияет сегодня, в том числе и на электроэнергетику, и электросетевой комплекс, и генерацию, и с бытовую деятельность. Андрей Михайлович Епифанов, он остался в контуре, он продолжает работать в системе Россетей, занимается разработками, научной деятельностью, производственной деятельностью, профессионал с высокой буквы. И я вам скажу, что, учитывая, что он не являлся, наверное, таким вовлеченным во все процессы социальной, экономической и производственной жизни Калининградской области, он умело справился с теми задачами, которые стояли уже и в его период. Основная задача – это было завершение комплексной программы развития электросетевого хозяйства Калининградской области. И, собственно говоря, в декабре 2020 года была поставлена уже такая четкая точка завершения этой пятилетней программы. Она была начата в 2015 году и завершена была в 2020 году в декабре. Крайние пять подстанций, высокотехнологических, современнейших, инновационных, подстанции 110 кВт, завершили свое строительство 28 декабря 2020 года. То, что состоялось уже в недавнем времени, в апреле 2021 года, это системное решение. Значит, оно никак не относится к каким-то персональным, индивидуальным решениям, связанным с тем или иным человеком. Это системное решение. Россети и руководство Россетей всегда активно занимается и повышением эффективностью, и сокращением издержек своей операционной деятельности. И на примере, кстати, Россети-центра и Россети-центра и Приволжья, как раз вот той организации, которую возглавляю я как генеральный директор, Значит, эта эффективность во многом была доказана, когда у нас операционная эффективность в определенном смысле даже привесила те ожидания, которые ставились перед нами акционерами, Советом директоров российских сетей и нашим профильным министерством. Потому что как раз сегодня, меняя технологические процессы, меняя в определенной степени бизнес-процессы, оптимизируя их, при этом повышая качество работы с нашим потребителем, нам удается сокращать как раз наши операционные издержки за счет унифицирования, за счет объединения исполнительных аппаратов. Вот, например, у нас в двух обществах на сегодняшний день всего лишь один исполнительный аппарат, а по количеству это почти в половину меньше, чем было вот до семнадцатого года, до принятия этого решения. И, по сути, сегодня Россети-центр управляет не одним регионом, если говорить о примере вот Северо-Запада, а мы управляем еще девятью регионами к нашим одиннадцати. И я думаю, что во многом как раз этот положительный опыт, наш положительный опыт нашей команды был оценен руководством Россетей, и, собственно говоря, было принято решение об объединении единоличного исполнительного органа в лице директора Пидника Артема Юрьевича. Значит, если же говорить о нем как о человеке, он не новичок в электроэнергетике. Он с четырнадцатого года работал сначала в бизнесе, бизнес, который непосредственно связан с электроэнергетикой. И с июля восемнадцатого года он непосредственно управляет такой серьезной компанией, межрегиональной сетевой компанией, как МРСК Северо-Запада. На протяжении последних трех лет это непростая служба. Значит, это Северо-Запад, это достаточно протяженные сети, сети, которые проходят в залесенных районах, которые проходят в болотистых участках. Я почему это знаю, ряд наших субъектов как раз граничит, смежными являются. Это Псков, Тверь, например, Ярославль, Вологда, ну и еще ряд регионов. Мы понимаем, насколько это трудная задача. Поэтому по нему не случайно было принято такое решение. Как раз с одной стороны решая вопросы повышения эффективности и оптимизации затрат. С другой стороны, личная компетенция руководителей. И потом, это тоже не крайний пример, уже после Калининграда, например, произошло такое же подобное объединение, когда такая энергосистема, огромнейшая энергосистема, как Кубанинерго, была, ну по сути, объединена путем назначения генерального директора Россети Юга директором одновременно и Кубанинерго. То есть у нас уже вот в Россетях три таких примера. Центр и Привозья, Северо-Запад, Янкаринерго и, соответственно, Юг и Кубанинерго. Думаю, что это еще не последнее решение, которое будет направлено на оптимизацию управления дочерними предприятиями со стороны российских сетей. Оптимизация управления, это, конечно, здорово и замечательно с точки зрения корпоративной логики, но с точки зрения человеческой логики, ведь калининградская энергосистема очень особенная. Она объективна, географически, и чем дальше, тем больше будет отличаться в своей жизнедеятельности. Рационально ли объединять ее с каким-то федеральным окружным управлением? Дойдут ли руки до Калининградской области? Будет ли проявлено достаточно внимания к региону и не станет ли он заложником каких-то политических моментов, которые сегодня, к сожалению, вокруг Калининграда только напряжение нарастает? Арсений Анатольевич, кому как не нам с вами знать об особенностях функционирования Калининградской области, об особенностях требований и вызовов потребителей и жителей Калининградской области, наверное, к любым сервисам, к любым услугам, к любой продукции. Поэтому я уверен, что энергетики не позволят себе как-то не учитывать вот те требования и те вызовы, которые стоят сегодня перед ними со стороны населения. Учитывая чуткость внимания сегодня и регионального руководства, и компетентность регионального руководства, непосредственно вовлеченность в развитие инфраструктуры губернатора Калининградской области, его профильных заместителей, которые уже на протяжении многих лет, по сути, на подкорке, на кончиках пальцев знают все, наверное, и проблемы, и преимущества энергосистемы. Я думаю, что не за что переживать ни потребителям Калининградской области, ни в целом населению Калининградской области. Мне кажется, даже наоборот, тот ресурс, которым дополнительно обладает МРСК, я имею в виду, это и производственные ресурсы, финансовый ресурс, и человеческий ресурс, что вот на повестке сегодня становится главным образом, таким важным фактором. Значит, он как раз дополнит, а может быть даже и, наверное, дозагрузит динамику развития электросетевого комплекса. Ну и вообще, и предпринимательское сообщество, значит, производственники достаточно активные в Калининграде. Мы знаем, что на повестку очень часто выносятся вопросы не только развития электросетевого комплекса, ее доступность, качество энергоснабжения. Это вопросы и регуляторной деятельности, это и отклонение от тех траекторий, все, что связано с тарифами, с тарифообразованием. Поэтому я уверен, что калининградские потребители и руководство региона, значит, обладают всем ресурсом для того, чтобы энергетики всегда были на счету, и уж точно Калининградская область, Калининградская энергосистема не будет управляться по остаточному принципу. К тому же, значит, Артем Юрьевич, я знаю, уже официально говорил, и я знаю, что это четкая позиция на сегодняшний день руководителя Россетей Рюмина Андрея Валерьевича, что Янтарь Энерго не планируется вливать в контур северо-запада, например, как сделано это в центре. Это разные юридические лица. Но вот с точки зрения оптимизации именно управления, вот то, что вы сказали, в принципе, неплохо, в этой части я скажу, что это может пойти на пользу. К тому же мы, как совместная команда, занимаясь корпоративным управлением в предыдущий период, мы сделали очень много для этого. Ведь мы произвели технологические образования. Под них изменили поведенческую линию нашего персонала и бригад, что, как следствие, изменило бизнес-процесс, его оптимизировало. Вот я скажу одно из крайних решений, такое оно очень значимое, может быть, где-то даже революционное по восприятию и внутри, и со стороны. Мы приняли структуру, которая предполагает одноуровневую систему управления. То есть, по сути, аппарат управления, в настоящий момент пока еще исполнительный аппарат, Янтарь Энерго напрямую будет управлять первичными структурными производственными подразделениями, этими районами электрических сетей. То есть, настолько сделана на сегодняшний день сеть наблюдаема и удаленно управляема, настолько качественно организована система сбора и обмена информации между потребителем и энергетиком, что она в своей природе исключает просто промежуточное звено, как аппараты управления филиалом. И ведь я приводил примеры, когда сам занимался операционной деятельностью, и это был, скажу, мой план, за технологическими изменениями всегда идти должны организационные изменения, потому что только они несут, в конечном счете, эффект при сохранении качества. Значит, у нас на территории одного квадратного километра, у нас в Калининграде, с вами, Александр Ильич, значит, расположено пять аппаратов управления, которые имеют отношение к Россетям. Значит, сам исполаппарат Янтарь-Энерго, значит, филиал западные электрические сети, филиал городские электрические сети, значит, аппарат управления Янтарь-Энерго-СБЫ и аппарат управления КГК, ну, Калининградской генерирующей компании. Не буду называть цифру, количество руководителей в этих исполаппаратах, но, поверьте, она крайне высока, вот для того состояния сети, которую энергетики создали и сделали за последние пять лет. Поэтому, я уверен, уже Артем Юрьевич подписывал новое штатное расписание, значит, начался процесс как раз перевода вот в новую структуру и в новое штатное расписание. Я уверен, что в ближайшее время как раз, значит, коллеги из Янтарь-Энерго смогут продемонстрировать максимальный эффект, которым похвастаться сегодня в системе Россетей пока некому. Вы планируете для себя сохранять пост руководителя, совет директоров Янтарь-Энерго? Я могу для себя планировать все, что угодно, решение принимает акционер. Но, безусловно, я могу, и я это сделал даже, я не скрываю, высказывать, исходя из задач, которые у меня стоят по основному виду деятельности, высказывать свое отношение к этому. Я его высказал, собственно говоря, я не буду представлять интересы больше ни в одной организации, которая имеет отношение к компании, публичному акционерному обществу «Российские сети» на территории Калининградской области. У меня не будет в новом составе Совета директоров, значит, не только Янтарь-Энерго, но и дочерних предприятий. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что и так это было достаточно уникально, когда предыдущий директор, значит, три года возглавлял Совет директоров, и это позволило как раз закончить все те задачи, которые стояли передо мной как директором. И я благодарен акционеру и руководству «Российские сети» за такую возможность. На сегодняшний день я со спокойной душой и сердцем могу полностью отдать себя в своей основной деятельности директора компании «Россети-центр». К тому же в части дочерних предприятий я здесь тоже являюсь еще и членом Совета директоров и председателем Совета директоров, поэтому у меня будет возможность полностью сосредоточиться. Это раз. А во-вторых, значит, вот та конструкция, которая сегодня формирует новый контур оперативной ответственности, значит, в целом по Россетям, она не нуждается в каких-то вот дополнительных, может быть, костылях, если это можно вот употребить, ну, в абсолютно хорошем смысле, себя имея в виду, костылях для того, чтобы качественно справляться с теми задачами, которые стоят. И я абсолютно уверен, что энергосистема Калининградской области сегодня находится в том состоянии, которую развивать, сохранять и только укреплять все то, что есть, значит, способна команда, которая сегодня сформирована, операционная команда и корпоративная команда. Я, позвольте, от имени, думаю, многих, если не большинства жителей Калининградской области, хочу вам сказать спасибо за вашу работу в Калининградской энергетике. Это правда очень впечатляет. Вы могли бы представить какое-то свое видение Калининградской энергетики через 10, через 20 лет? Возможно, это будет регион с каким-то пилотным развитием зеленых технологий. Возможно, вот этот вот замкнутый энергетический контур, вот такая островная энергетика подтолкнет нас к каким-то особым инновациям. Как вы видите развитие энергосистемы региона в будущем? Алексей Ильич, я не просто это представляю. Это, по сути, сегодня вшито в стратегии развития акционерного общества «Интарь Энерго». Оно полностью колерируется со стратегией развития публичного акционерного общества «Российские сети» и в целом отрасли как электроэнергетики. То есть любая деятельность у нас должна быть направлена на удовлетворение спроса и ожиданий потребителей. У нас две основные функции. Это качественное энергоснабжение, передача электрической энергии из точки А в точку Б. И вторая задача – это обеспечение развития инфраструктуры, так называемое технологическое присоединение. А в стратегию это вшито еще через слово «опережающее развитие инфраструктуры». Для того, чтобы все для этого делается и на законодательном уровне, на регуляторном уровне и формально, и неформально. Сегодня многие вещи, в том числе «Интарь Энерго» или даже в большей степени «Интарь Энерго» делаются, по сути, в режиме реального времени. Сегодня не нужно задать нисколько времени за счет тех мероприятий, которые были сделаны заранее. А зачастую это еще и бесплатно, потому что это все реализовано в рамках вот такой целевой программы. Ну, конечно, это не везде, но тем не менее. Важно что? Важно, значит, вот при реализации этих двух основных функций не создавать никакие условия для какого-то непрогнозированного роста тарифов. Ведь сегодня и потребители знают, и мы энергетики знаем, и мы даже эту тему не поднимаем, потому что мы все сегодня регулируемся по принципу «инфляция минус». А если говорить о последних решениях, о последних годах, именно годах, 3-5 лет, то это, как правило, инфляция пополам. Предел, например, по прошлому году по стране был не более чем 2,9%. Значит, не думаю, что он будет выше, исходя из прогнозов социально-экономического развития. Значит, поэтому у нас вся оптимизация должна быть направлена внутри. Невозможно больше находиться в состоянии требования качества взамен за ресурс, финансовый ресурс. Мы должны быть внутри настолько внимательны к своим процессам, значит, для того, чтобы никогда не составать вот такую вот точку конфликта. Потому что это на сегодняшний день важно, оно провоцировать может и социальное внимание, и социальное напряжение. Энергетики очень четко здесь ориентированы. А без технологических изменений невозможно всего бесконечно оптимизировать процесс. Ну, просто невозможно. Если у нас линия распределительной сети, которая снабжает тот или иной населенный пункт, она ненаблюдаема и она неуправляема, то мы как угодно оптимизируемся, нам все равно надо отправить бригаду сначала в конечную точку, отключить ту линию от потребителя, потом в начальную точку или наоборот отключить ее от второй трансформаторной подстанции и после этого начинать в обходах искать место повреждения и делить на участки вручную разъединителями. Так вот, в Янтарь Энерго сегодня, в энергосистеме Калининградской области, сегодня это все происходит в автоматическом режиме, потому что система оборудована интеллектуальными коммутационными аппаратами, моторизированными разъединителями, управляемыми выключателями, индикаторами короткого замыкания. По сути, сегодня диспетчер в реальном времени все это видит. Это, конечно, в свою очередь абсолютно меняет процесс, и мы от нескольких часов реагирования на события в сети переходим к секунду. Вот сегодня масштаб реализации таких проектов в Калининградской области, он достиг уже, по сути, 100%. Сегодня идет анализ уже эффективности применения этого оборудования, экономической обоснованности, поскольку у нас требования, которые возлагаются сегодня на нас акционерам и министерствам, это обязательно возвратность инвестиций. Это не просто бесконечное освоение в надежность, так называемую. Это инвестиция, инвестируя, извлекая эффект, извлекая эффект, возвращая в интересах дальнейшего развития. И здесь, на мой взгляд, учитывая, что уже системная надежность достигнута, то, о чем вы сейчас сказали, то есть, по сути, система, энергосистема Калининградской области способна работать и уже это демонстрировала в любом режиме, аварийном, изолированном режиме, в нормальном режиме, в режиме перетоков. Уже никакие колебания в сети, в основной сети или в сети, которая обеспечивает трансграничные перетоки, никак не отразится на потребителях с точки зрения энергоснабжения. Насколько масштабно сейчас в России идет обновление энергосистемы? Очень активно. Ну, могу сказать, по площадке, за которую отвечаем мы, мы, по сути, вот за три с небольшим года работы в МРСК-центре, по сути, сегодня автоматизировали пилотно все 20 субъектов, вот по принципу, который ложился в основу математической модели в Янтарь-энерго. Понятно, что технологии на месте не стоят, компетенции растут, и нам где-то удавалось даже делать, и удается до сих пор делать Калининград 2.0, когда мы уже применяем там и оборудование, которое, правильно хочу подобрать слова, не то чтобы там более эффективно или качественно, она больше отвечает требованиям и вызов, поэтому цена, при этом уже цена, другая на него с точки зрения в тираже, когда применение идет. Мы, значит, помимо распределенной автоматизации, активно применяем систему энергомониторинга, это смарт-митеринг, это интеллектуальные умные системы учета. Мы строим на их основе вообще систему управления учетом электрической энергии, потому что борьба с потерями, с коммерческими потерями актуальна, и здесь она еще более актуальна. Мы строим комплексную систему управления на базе отечественных продуктов. Вот такая же система, как и СК-11, применялась, которая в Калининградской области, впервые в распредкомплексе. Сегодня мы активно ее применяем и на территории субъектов, субъектов и энергосистем, центральной части, привозкой части, и не только у нас, в Ленэнергосистема такая, значит, МРСК Урала. Да, у нас есть направление, компетенции, где мы пошли несколько дальше, чем то, что реализовывалось в Калининградской области, ну, в силу, наверное, архитектуры сети, особенностей функционирования, определенных ландшафтов, нагрузок, наличия той или иной категории потребителей, крупных потребителей, либо концентрации бытового потребителя. Это создание автокластерной сети, значит, это применение инновационного оборудования, значит, и технологий при планировании нашей работы. У нас активно внедрен комплекс, который мы отработали, разработали совместно с Mail.ru, называется Radar, у нас рабочее название, когда у нас система сама за человека планирует работу наших бригад по выявлению безучетного электрического потребления в точках наших поставки, когда собираются данные сотнями и миллионами тысяч, они обрабатываются системой, и мы выдаем те рекомендации по точкам и категориям риска. То есть это у нас ложится сегодня в основу как раз управления системой учета электрической энергии. Это программа на программно-аппаратном комплексе, инструмент на программно-аппаратном комплексе, Огнус, так называемый, это цифровой электромонтер по учету электрической энергии, когда у нас человек исполняет функцию носителя, пока еще. Значит, когда прибор, который выдается нашему сотруднику, электромонтеру, он способен сам распознать данные прибора учета, четко привязаться к системе координат, выдать это в систему, система сама это обработает и уже, соответственно, составит автоматический баланс. Заодно мы учитываем рабочее время на наших сотрудников, оптимальные маршруты его передвижения, эффективность его работы, это отражается автоматом на производительности труда, использование нашего персонала, соответственно, на его заработную плату и доход. Мы активно ведем сегодня деятельность в дополнительных сервисах и услугах. Это та деятельность, которая не связана с тарифными источниками. Мы на сегодняшний день обслуживаем 900 тысяч систем, лампочек, наружного освещения, светильников из полутора миллионов, которые есть в контуре 20 субъектов. Это очень большой объем, и мы значительно приросли за последние два года. Мы сегодня работаем и в абонентских сетях, ремонтируем электрическое оборудование. Мы сегодня строим электросетевое хозяйство и на стороне наших заявителей, и в подъездах жилых домов. То есть мы максимально загружаем наш персонал и имеем дополнительный ресурс, дополнительный источник и для развития нашего оснащения, наших структурных подразделений, и для дополнительной мотивации нашего персонала. Это мы прям активно применяем. Вся автомобильная специальная техника у нас сегодня также имеет систему, интеллектуальную систему мониторинга автоматизированного. По сути, 15 тысяч единиц, которые мы используем ежесуточно, они находятся в постоянной системе мониторинга. Создаем свои системы цифровой радиосвязи. Для центральной части России это очень актуальный вопрос, поскольку покрытие сотовой связи далеко не такое, как в Калининградской области. И зачастую, выйдя за кольцевые или окружные дороги областных центров, уже связи сотовой нету, поэтому мы создаем сегодня свою систему связи. Но и то, что мы создаем, свои платформы, мы активно также предлагаем к использованию третьим лицам. Например, свои опорные инфраструктурные объекты, где мы создаем центры управления сетями, мы сегодня активно предлагаем регионам и другим пользователям для организации систем и мониторинга, и управления своим хозяйством. Например, создание центров управления регионом. Мы подписали соглашение с пилотным регионом Белгородской областью, исполняющим обязанности губернатора, Владковым Вячеславом Владимировичем, где на базе нашего опорного инфраструктурного объекта, где находится центр управления сетями, мы создадим уже в этом году первый этап, мы завершим полноценный сначала региональный САЦ, а на втором этапе это центр управления регионом. Не с точки зрения мониторинга ситуации, а с точки зрения вообще внедрения системы принятия и поддержки решений. Сбор, безусловно, всех данных, начиная от метеоусловий, там ЖКХ, скорая помощь, вывоз мусора, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, анализ этих данных в наших ЖЦОДах, значит, и выдача уже готовых предложений для принятия решения региональным штабам и руководству регионов. То есть это вот прям такая активная повестка, там создание инфраструктуры, создание некой платформы, которую мы, безусловно, сначала создаем и реализуем под свои задачи производственные, энергетические. Но, учитывая, что мы имеем достаточно серьезный резерв в этой части, мы, конечно же, смотрим для того, чтобы, ну, не побоюсь этого слова, создать такие пока еще на этом этапе микроэкосистемы, которые могут быть полезны и в других отраслях, и совсем для неэнергетических нужд на территориях нашего присутствия. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Объединение информационно-энергетической системы – это крайне перспективно и крайне актуально на сегодняшний момент. И здесь, в Калининграде, тоже проходят своего рода эксперименты в этом направлении. В свое время вы были большим сторонником развития сети заправочных электрических станций. Как вы полагаете, каковы перспективы для электромобилей в большой России? Огромные перспективы в целом в России. И я думаю, что не только в России. Здесь российские сети уже четко определили себя в этой части, наверное, и драйвером развития как раз сети электрозаправок, вот таких электрозаправочных станций. И, собственно говоря, поставили себе в планы, как раз за счет прочей амортизации, за счет прибыли от деятельности, вот развивать это новое направление. И очень большие надежды здесь российские сети и руководство российских сетей как раз возлагают на этот вид деятельности, в том числе как развитие дополнительных сервисов. Об этом говорил на Международном экономическом форуме и не раз Рюмин Андрей Валерьевич. Существует в российских сетях программа специальная. Она насчитывает на сегодняшний день уже тысячи таких электрозаправочных станций. Часть этих электрозаправочных станций уже сегодня находится у нас в монтаже, часть находится уже в эксплуатации. Но это были такие в большей степени пилотные такие вещи, малоиспользуемые вещи. На сегодняшний день эта работа приобретает уже такой системный характер с определенно там понятными границами. Первый этап – 2024 год и с ростом до 2030 года. Я могу ошибаться в цифре за российские сети, но вот в целом, если говорить о контуре Россети-центра, Россети-центра и Приволжья, это уже не одна тысяча электрозаправок в горизонте до 2024 года. Здесь мы соглашаемся, наверное, с теми трендами, о которых мы слышим, и средств массовой информации, и от направления деятельности автостроительных гигантов, автопроизводительных гигантов, и разделяем то, что, наверное, баланс будет меняться с точки зрения присутствия электротранспорта. Ну и целевые кейсы мы тоже создаем, Арсений Анатольевич, такие. Очень интересно. Я знаю, что Калининград тоже рассматривается как пилотная площадка с точки зрения перехода на пассажирский электротранспорт. Так вот, мы тоже активно занимаемся этой повесткой. У нас Белгород и Нижний Новгород также попали в такие пилотные проекты. Есть соглашение, которое подписано между КАМАЗом, Россетями и Росатомом, когда будут создаваться соответствующие шасси, соответствующая батарейка, ячейка. Мы знаем о том, что Росатом обладает достаточно серьезной компетенцией и планами на этот счет Роснано, чьи систему мы тоже на сегодняшний день применяем у себя в электросетевом хозяйстве. Ну и Россети здесь как партнер под создание как раз сети электрозаправок. И это предлагается регионам не просто как смонтировать заправку или продать электробус, а это по сути такой кейс через контракт жизненного цикла взамен за пассажиропоток. Считается модель. И, собственно говоря, интеграционным таким консорциумом предлагается кейс где-то там между энергосервисом и КЖЦ, даже больше КЖЦ, когда эта услуга при сохранении даже в отдельных случаях, да в большинстве случаев, при увеличении качества, вот таким способом, применяя новые технологии, будет реализована. Поэтому я на сегодняшний день выраженный сторонник развития этого вида деятельности в сетевом хозяйстве. В сравнении с другими странами Российская Федерация, как смотрится в области энергетики? Есть у нас шанс остаться крупнейшей или одной из крупнейших энергетических держав в мире? И каковы основные, на ваш взгляд, направления выработки электроэнергии? Электроэнергии? Водород, атом, газ? Как вы полагаете? Арсений Анатольевич, ну мне, конечно, комфортнее говорить за электросетевой комплекс, не живу за отрасль в целом. Конечно, российская энергетика сохранит все лидирующие свои позиции в этой части. При том правильном, здоровом консерватизме, с точки зрения правильных расчетов, не то, что в омут с головой все побежали в ВИЭМ или побежали в другие какие-то технологии. Конечно, должен быть разумный баланс с точки зрения традиционных видов топлива, и новых видов топлива, возобновляемых источников электроэнергии. Безусловно, у нас огромнейшая компетенция в атомной отрасли. Мы знаем, какие сегодня успехи у концерна, нашего отечественного концерна «Росатом», как внутри страны, так и на международной площадке за пределами страны. Но если говорить о электросетевом хозяйстве, для того, чтобы нам по-прежнему оставаться в лидирующих позициях, с доступом к каждому потребителю и возможности иметь своим клиентом, мы уже у себя в корпоративном круге не называем нашего потребителя клиентом уже какое-то время, мы его называем как минимум заказчиком, как максимум бенефициаром. Значит, вот именно с таким подходом у нас этот год на профессиональной коллегии был объявлен годом клиента, именно в «Росети Центров». Мы меняем многие процессы коммуникации нашей, и успехи, и обратную связь получаем, потому что мы делаем энергетику красивой, удобной, все делаем для этого. Но я вам скажу, что нам надо будет очень сильно работать именно в технологиях, в их применении для того, чтобы оставаться на плаву, а не превратиться в придаток той большой энергетики, когда сети будут использовать по остаточному принципу, когда надо передать от генерации до потребителя. А генерация, мы понимаем, что она тоже будет не всегда, может быть, такой системной, глобальной, крупной. Мы знаем, что потребитель идет в сторону распределенной генерации, и, опять же, и возобновляемые источники, системы накопления, а, соответственно, сети будут становиться меньше. И очень здесь важно быть гимнкими, оперативными, инновационными, удобными, и, а самое главное, вот за ту разумную цену, которую может себе позволить потребитель. Иначе мы просто перестанем существовать как вид деятельности, потому что, например, сеть можно заменить системой накопления совместно с возобновляемым источником электроэнергии. Или не обязательно будет строить вторую линию для второй категории, потому что можно будет иметь альтернативный какой-то источник генерации. Мы это четко понимаем, мы постоянно за этим следим, и мы очень активно меняемся и работаем в этом направлении для того, чтобы оставаться вот той корпорацией, значимой корпорацией для страны и для потребителя. Самое главное. Периодически в телеграм-каналах появляется информация о том, что вас планируют назначить куда-то губернатором или еще какие-то назначения. Насколько это соответствует действительности? Есть ли у вас какие-то политические планы и амбиции? Арсений Анатольевич, я тоже являюсь подписчиком отдельных телеграм-каналов. Иногда столько начитаешься. Слава Богу, есть еще другие источники информации, наверное, как у любого человека, которые позволяют, наверное, проанализировать, как минимум самому, определенные инфоповоды. Что касается меня, у меня амбиции исключительно корпоративного характера, производственного характера, я благодарен, наверное, руководителям своим, благодарен в какой-то степени команде, что я сегодня занимаюсь тем, чем занимаюсь. Мне это очень нравится. У нас огромное количество планов. Я и дальше буду благодарен и команде, и людям, и руководителям, и структурам, которые предоставят нам возможность это и завершать, и развивать. Поэтому я не обладаю там в ближайшем горизонте, в трудоспособном горизонте, значит, менять свою профессию или менять то, что у меня, как мне кажется, неплохо получается. Поэтому, наверное, отвечу так. Осталось ли что-то, кроме воспоминаний, что связывает вас с Калининградской областью? Конечно. Я помню, вы мне уже задавали этот вопрос года три назад. У меня дети родились в Калининграде, и младший ребенок продолжает учиться в Калининградской области. У меня родители живут в Калининградской области. Мне удается бывать изредка в Калининградской области. Я всегда с радостью и трепетом приезжаю в регион и с удовольствием провожу там то время, которое вот мне наделено или выдается. Ну, во всяком случае, даже в отпуске бывает приезжаю. Езжу на Виштынец. У меня там есть база, если помните. Значит, я там тоже периодически бываю. Не так часто, как раньше, но раз в году бываю. Наверное, вот самое главное, что у меня там есть. Родственники, дети, родители, эмоции, воспоминания и качественная энергосистема. Спасибо вам огромное за интервью. Мне было очень интересно, Евгений. Спасибо. Спасибо, рад вас видеть. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!